Всем привет, меня зовут Анна Котова и это мой обзор к сериалу Высшее Общество. Первый плюс, который могу отметить, это главные герои. Первый раз вижу не смазливо-сахарную парочку, а породистую и спокойную внешность. Хазар Эргючлю и Энгин Остюрк. Называю актеров настоящими именами. Но, несмотря на хорошие актерские данные, не смогли дать искры паре. Вообще не зацепили. Было скучновато, но миленько и наивненько. Мамочка нашей героини в исполнении Зухал Олджай в итоге перевела все внимание на себя. Актерская игра. Харизма намного интереснее. Она погорячее оказалась, чем главные герои, которые своей игрой в любовь могли усыпить даже летающих мух. Изначально интересно смотреть, как покажут жизнь богатых людей Турции. Мой цыганский глаз задергался в предвкушении шикарных интерьеров. Одежды, макияжи и причесок. И картинка оправдала себя на все стопы. Озан Долуна и Мирич Орал девушка подвела. Ничего личного, извините, но главные роли не ее, так же как и Love Story. Наблюдать ее в паре с красавчиком не очень хотелось. Харизма не перекрыла обычных внешних данных. А Озан Долуна и в этом фильме просто фантик. Красивая обертка и все. Пока под наблюдением посмотрю другие работы актера. Хазар Эргюч Лю – это актриса мне очень нравится. Впишется в любой сериал и играет хорошо, и внешность нестандартная. Люблю таких. Но Энгину Астюрку смело можно забыть про роли романтических красавчиков. Да, и есть актерские данные. Порода, фактура и все. Поэтому только злодеи. Иногда и они вызывают большую симпатию. Достаточно вспомнить Эмира Козео Джо Глу из сериала Кара Севда. Когда все на своих местах и смотрятся гармонично. Ну а чмоки-чмоки лучше получились у мамулии Магио Дженщина. И еще как. Любовь здесь победила. И это правда. Но за дисгармонию пар минус 5 баллов из 10. Но благодаря горячей мамочке и всего лишь 16 сериям плюс 2.